В Алматы назревает очередной скандал, связанный с уничтожением целого лесопарка. Он был расположен в верхней части города, рядом с научным центром акушерства и гинекологии. Именно этот район называют легкими городом. В свое время там запретили строительство зданий, высота которых превышает 12 метров. Несколько лет назад участок был выкуплен и теперь находится в обладении одной из строительных компаний. И она возводит на этом месте жилой комплекс. С ситуацией попытался разобраться Григорий Беденко. Территория посреди зеленого массива, где были снесены десятки здоровых деревьев, теперь смотрится по меньшей мере странно. Это городская аномалия. Когда-то здесь был красивый парк и даже небольшой фонтан. Вместе они создавали единый ансамбль с научным центром акушерства и гинекологии. Но потом эту достопримечательность уничтожили. Они продолжают, не останавливаясь. В конце дня деревьев не будет. Кто это сделал и на каком основании сегодня остается юридической загадкой. Известно, что в конце 2019 года владельцам участка значилась одна из местных компаний. Именно в этот момент управление градостроительного контроля напомнило хозяевам ТО о том, что неиспользуемые участки могут быть возвращены государству. У нас очень много сейчас участков выкупается и стоят десятками лет. Есть такая статья за нецелевое использование. Земельная инспекция, если определит, могут вопрос ставить об изъятии земельного участка обратно в фонд государства. Видимо, опасаясь таких последствий, владелец участка принял меры. Целевое назначение этой территории сразу же изменилось. И что весьма любопытно, деревьев там уже не было. Управление зеленой экономики города, естественно, не могло выдать каких-либо разрешений на их снос. По причине их полного отсутствия. Экспертиза должна быть и разрешение на снос деревьев и ряд других документов. Например, первым, что я сделал, я уточнил у управления зеленой экономики, есть ли разрешение на данный участок на снос. Говорит, за 6 лет проверили, поэтому адресу никаких разрешительных документов не выдавалось. Проблема стала достоянием общественности после того, как в ноябре прошлого года управление городского планирования и урбанистики согласовало с владельцем участка эскизный проект. На месте бывшего лесопарка построят трехэтажный элитный жилой комплекс. В данный момент земельный участок находится на праве частной собственности за юридическим лицом. Оказание государственного услуга управлением выданы разрешительные документы. Целевое назначение у него многоквартирный жилой комплекс. Не выше 12 метров. Больше всего в этой истории удивляет сложившийся парадокс. С одной стороны, с юридической точки зрения никаких нарушений никто не допустил. Строительная компания имеет на руках все необходимые документы на возведение своего объекта. С другой стороны, государственные органы, выдавая разрешение на строительство, закрыли глаза на вырубку деревьев. Все законно. Землю они продали. Она теперь частная. Никто не вправе вмешиваться в действия владельцев. Впору писать на этом примере учебное пособие о том, как вырубить лес легально и построить на его месте жилой комплекс. Так лесопарк загадочным образом просто исчез. А память о нем, судя по всему, надолго останется в сердцах местных жителей.